Меня зовут Иван, мне 24 года. Я инвалид первой группы. Живу я на пенсию, не имея дополнительных доходов. И в 2020 году на меня был оформлен кредит в 250 тысяч рублей мошенническими действиями. В июне месяце мне позвонили якобы сотрудники службы безопасности Сбербанка, сказали, что через мои счета переводятся средства, и то, что нужно срочно с этим что-то делать, и нужны действия с моей стороны. И получилось так, что я не успел сориентироваться и понять, что это мошенники, и я начал выполнять их действия, которые они мне диктовали по телефону. После того, как они мне сказали, что все мои средства, которые были переводимы, они сохранены и мне их вернут, они сказали, что они проверят кредитную историю и сообщили, что на меня оформлен кредит в 250 тысяч рублей. После этого у меня был шок, и я просто подался на вот эту провокацию и не смог никак сориентироваться, и начал выполнять все их действия дословно. Мне сказали, что друзья, то, что это все обман, и я сразу же написал заявление в полицию. Мне сказали, что они, конечно, попытаются их найти, но шанс того, что как-то получится что-то с этим сделать, он маленький. Возможно, скорее всего, мы ничего не сделаем. К сожалению, не пришлось выплачивать кредит по 6 тысяч в месяц, где-то 8-9 месяцев. На какую сумму вам приходилось выживать после того, как вы платили кредит? После того, как я выплачивал кредит, это получается 10 тысяч рублей на месяц, на оплачивание коммунальных счетов, на еду, на лекарства и на все остальное. Их совершенно не хватает, потому что, получается, ты до конца месяца не дотягиваешь с этой суммы, тебе приходится еще и занимать у кого-то, чтобы потом, когда ты получаешь опять, ты еще и отдаешь, и опять пытаешься выжить, и сумма все-таки уменьшается. Потому что к концу месяца каждый раз тебе приходится у кого-то занимать денег, чтобы просто себе купить поесть. И это просто невозможно, мягко говоря, учитывая мою ситуацию, потому что работу я сейчас найти, соответственно, тоже не могу, и из-за состояния своего здоровья у меня не получается просто, мне приходится больше заниматься своим здоровьем, как-то, и на это уходит еще большее количество денег. Первый раз, когда у меня сняли всю пенсию, я позвонил в Сбербанк, сказал, что вы не имеете права снимать у меня всю пенсию, потому что, во-первых, нету постановления приставов даже. Это было просто снятие средств с карточки. Мне сказали, что по договору мы имеем полное право, и то, что эта пенсия вообще никак не влияет, нам все равно.